Субтитры делал DimaTorzok Вот пять наиболее влиятельных моментов в Сёгоне. Просто знайте, этот ролик содержит спойлеры. Номер пять. Смерть Нагокадо. Смерть Нагокадо оказалась в списке не из-за того, что была наиболее трогательной, но из-за неожиданности. Я и подумать не мог, что Нагокадо умрет так. В сериале была наивность в персонажах и комплекс неполноценности. Он был в паре с Оми, почти как дьявол, заставляющий делать вещи, которые он не сделал бы без этого влияния. Это создало катастрофу. Торинага спросил, почему те, кто никогда не сражался, так стремятся к битве? Описание Торинага своего сына подвело итог его кончине. Нагокадо хотел убить своего дядю за предательство. Он ворвался в его комнату ночью, поскользнулся, упал и ударился головой, что вызвало его смерть. Последние 15 минут эпизода Сюгун всегда эпичны, но этот эпизод шагнул дальше, делая последние 15 секунд совсем этим позади. Сайки Набутацу просто смеялся под дождем над своим племянником, который только несколько секунд назад было несколько моментов до того, как заявить свою жизнь, теперь же это уже Мутев. Это был привидение, в котором свидетель и один, которого я просто не ожидал видеть хоть немного. Номер 4. Нагокадо убивает Дзёдзен. Вероятно, это один из первых больших моментов в сериале, где мы видели шагуна, показывающего не только способности исполнителей в моменты с большими ставками, но и визуальные эффекты, а также уровень тьмы и смерти, которые будут присутствовать. Этот момент за последние минуты эпизода – результат хорошо продуманной истории, которая была сосредоточена на Нагокадо и его же чувстве недостаточности, который ощущал в своем сознании, потому что его не уважали и не считали мощью, хотя это был сын лорда Йоси Таринаги. Поскольку Ябусигэ был человеком, которому доверяли в этом эпизоде, Нагокадо был насмешить другими, и было упомянуто, что он не был рассмотрен, как он так доверял, что все в нем гнило. Сутью. Один взгляд на Нагокадо перед резней. Будто он сомневался, выполнить ли план, чтобы убить Джозена и его людей. Идеально описывает мышление Нагокадо. Он хотел уважения, но были сомнения, поможет ли этому делу отца, или будет ошибкой. В этой сцене визуал был отличным. Джозен, рассказывающий перед тем, как Нагокадо с мечом на него – момент, отложившийся в памяти со времен начала сезона. Ябусигэ в панике. Улыбка Оми и Леди Марика, говорящая, что это война. Основа конфликта, что потом вспыхнула между Ишидой и Таринагой, была заложена. Это великолепный момент, что оправдывает включение в список. Под номером 3 – смерть Ябусигэ, впечатляющая и поэтичная. Смерть Ябусигэ – ожидаемое и необходимое событие в сюжете. Ябусигэ изначально был обречен за свою игру на обеих сторонах и втягивание в важное убийство. В 80-х было так, что Сэпуку Ябусигэ было публичным. Но в FX это был интимный диалог между Таринагой и Ябусигэ, что гармонично вписалось в историю. Намного ближе к истине выглядел интимный диалог двух давно знающих друг друга людей. Сцена на скале, где Ябусигэ чуть не умер в первом эпизоде, казалась замыкающей круг. Символ обрыва, от которого его спасли, и новый шанс на жизнь. Те же вещи, с которых бездыханное тело было сброшено в конце. Под завантаживание голубого брюха голодной собаки. Ябусигэ отчаянное стремление узнать план Таринаги в последние минуты его жизни показалось мне обобщением причин его измены. Может быть, если бы он знал план, он бы почувствовал, что станет на сторону надежнее, но этого не произошло, и страх был всегда. Таранага, говоря о будущем мертвецу, фраза, которую Ябусигэ сказал Оми о Таранаге в начале сериала, подчеркивала, что ничто не ускользает от взора Таранаги, и это также показывало, что его шпионы были везде, наблюдая и слушая. Таранага с самого начала знал, что собирается сделать Ябусигэ, и я думаю, что он всегда знал, что именно он обнажит меч, который положит конец его жизни. Для меня этот момент был важен, потому что он завершал всю предательскую арку, в которую был вовлечен Ябусигэ. Это был идеальный способ для персонажа встретиться лицом к лицу с человеком, рядом с которым он был наиболее фальшивым и которого был готов предать бесчисленное количество раз. Номер два. Хираматсу совершает Сэпуку. Для меня это определенно заслуживает того, чтобы быть так высоко в списке. Это произошло в тот момент, когда мы еще не до конца понимали, что замышляет Таранага. Мы знали, что он замышляет что-то коварное, но было искреннее убеждение, что он собирается сдать себя и своих людей Ишидо и заставить себя и половину своих людей совершить Сэпуку. Раскол, который присутствовал среди Даймё и сторонников, которые не были согласны. То, что делал Таранага, занимало видное место, и это был только Хираматсу, которые искренне верили, что у Таранаги есть тайный план. Мы не выяснили, был ли Хираматсу проинформирован Таранагой о том, что он делает, желая, чтобы убедить Ишидо в том, что он искренне хотел поехать в Осаку. Хотя на самом деле не планировал, но мне нравится думать, что Хираматсу так хорошо знал своих старых друзей, что Сэпуку, потому что он знал, что это была его роль в плане обеспечения победы Таранаги. Хираматсу знал, что ему нужно сделать это, чтобы добавить правдоподобие всей ситуации и убедиться, что Ишидо будет убежден, как только до него дойдут слухи, что Таранага просто позволил умирает его самый верный и самый старый друг. Реплики Хираматсу были велесветлые, а его выражение лица выше слов. Лицо Хираматсу отражало боль, но и желание своего друга стать сюгуном. Меня поразил момент, когда Таранага сломался и обнажился. На лице Таранаги было отвращение, когда Тодо Бунтара поддержал его. Произошедшее его задело. Он уже потерял сына и близкого друга. Его взгляд выражался болью, но его лицо было заполнено решимостью и пониманием, что он должен добиться успеха в своем деле, иначе все было бы напрасно. Блестящая сцена со зримым напряжением и эмоциональными моментами предвещала новые трудности. Первое. Смерть Марика Акечи является, по-моему, главным моментом. Весь сезон Марика хотела совершить сэпуку, но Таранага и ее муж всегда запрещали. Это была реакция на действия ее отца и предательство бывшего господина, которое привело к позору семьи. Она хотела избавиться от того, что называла бездной жизни. Смерть Марика, возможно, была частью плана Таранаги, но неожиданность смерти Марика в том, что мы были введены в заблуждение. Мы ожидали ее смерти, но с каждым новым эпизодом надежда умирала. Сначала, когда она пыталась покинуть Осаку, затем снова время, когда она готова была к сэпуку, но спасали оба раза, создавалось ощущение, что она будет цела. Но это было не так. Она понимала, когда появились ниндзя, это ее шанс избавиться от устаревшей жизни, зная, что ее смерть обретет большой смысл. И так оно и произошло. Это привело к освобождению заложников и смене стороны многих из людей Ишидора и изменении верности. Эмоции после смерти Марика были не похожи на все серийное. День 9 эпизодов знакомства с ей, переживания ее проблем, в замужестве у Тодды Бунтара, любовь к Джону Блекторну, и он как единственный искорка счастья в ее жизни, верность также. Она должна была быть Йоси Тарайнага, и зрелище ее убийства было тем моментом, который, по моему мнению, каждый зритель прочувствовал. Реакция Джона Блекторна после ее смерти добавила вес к этому моменту. Увидев, как он сразу после ее смерти нежно обнимает ее тело и желает, чтобы с ней все было хорошо, мы все были в том моменте. И когда он уезжал из Осаки, пытаясь сдержать слезы, это показало, насколько он заботился о ней, и насколько его потряс факт того, что она больше не рядом. Музыка в этой сцене была прекрасна, отлично соответствовала атмосфере сцены и добавила слой, который я даже не знал, что нужно в тот момент. Смерть Марика была тем, что должно было произойти для развития сюжета. И даже несмотря на то, что это казалось предстоящим, думаю, все еще верили, что есть шанс, что ее не убьют. И это, наверное, был наиболее обсуждаемый момент.